За этот дом я дал 2 миллиона рублей почти. Вот так течёт у нас крыша, которой нет. Здесь везде плесень. Но жить в таких условиях невозможно. Если кому-то дома и стены помогают, то у Дениса они промокают. Бодрящий душ ему устраивает крыша собственного дома. Такой экстрим-комфорт Челябинец получил почти за 2 миллиона. Причём новоселье должно было состояться ещё в декабре. Застройщик попросил отсрочку, которая растянулась на полгода. Только к июню рабочие установили модуль. И пропали. Всё это время деревянная коробка без крыши гнила под проливными дождями. Выгнулись доски после дождей. Вот так выглядит. Тут тоже всё мокрое. Мы сняли одну часть пола. Это выглядит вот так. То есть это уже плесень. При этом возвращать деньги за угробленное жильё несостоявшемуся новосёлу застройщик отказывается. Взамен он предлагает переделать все косяки, которые появились по его вине. Начать восстанавливать промокший каркас, по словам Дениса, ему горячо поклялись с 20 июля. Но и в этот раз обещания горестроителей оказались такими же гнилыми, как и возведённые ими стены. С 20 июля по 10 августа он должен был закончить полностью все ошибки. Я каждый день ему пишу, звоню, приезжаю. Меня просто кормят завтраками, что мы всё исправим, всё исправим. Возвращать он деньги отказывается, ссылаясь на то, что их нет. Застройщика мы перехватили буквально с дороги. По счастливому совпадению, тот как раз спешил в посёлок, чтобы приступить к своей непосредственной работе. Затягивание сроков на рекордные 8 месяцев он объяснил страшной нехваткой кадров и заверил, что к осени собственник стопудово отпразднует новоселье. Это всё удаляется. То есть вы полностью там всё снимете и заново отстроите? Да. Ну то есть вы за свой счёт там всё переделаете? Ну да, конечно за свой счёт. И на какие сроки он может рассчитывать? 15 августа всё будет готово. Прямо вот за месяц ставить? Ну да. Правда, по прикидкам оценщиков, повторные работы обойдутся ему не меньше, чем в полмиллиона. После 8 месяцев невыполненных обещаний у Дениса есть все основания сомневаться, что шабашники успеют к 5 сентября. Если строители упустят последний шанс на мировую, Челябинец готов идти в суд.